Ну не бывает такого, что я нашел местную мастерскую, заехал и все идеально. Все остальное у нас в другом здании. У меня их два. Не бликует, меньше царапины видно. Хвост дракона, пока дежурное название. Здесь еще будут камни. Ну, Леня, конечно, да, маньяк, такие вещи. Да, кстати, питерская слиненка этими ножами. Ты подкопишь и купишь что-то еще из нашего модельного ряда. Нет, брат, вы у тебя очень дорогие ножницы, не просто. Ребят, всем привет. 28 марта стартует весенний клинок. И традиционно перед выставкой мы ездим с такой определенной инспекцией по разным ножевым мастерским. Мы смотрим, как та или иная ножевая мастерская готова к нашей любимой выставке. Сегодня мы в Златоусте. Мы приехали в мастерскую Златонож. Наша задача сегодня посмотреть, что изменилось в мастерской спустя, ну, чуть меньше года. Мы здесь были примерно год назад. И тогда Артем запускал свой новый цех. Он намного и обещал, что будут там разные плоскошлифы, будут, значит, там всякие виброгалтовочные станции и все остальное. Вот, говорит, мы сейчас такие будем классные здесь в Златоусте. Вообще всех накажем. На клинке будем круто очень выставлены. Пойдемте посмотрим, что изменилось в этом цеху спустя большое время. Пойдемте посмотрим. Здорово, Артемыч. Здравствуйте. Здравствуйте, Витамин. Ну что, вы готовы к клинку? Годы идут, ответ не меняется. Нет. Как и все, да? Так, смотри, значит, я уже, ребята, сказал, мы здесь чуть меньше года назад были. И тогда здесь были руины. И ты многое обещал нам, им, что тут вот будет классно. Все, как всегда. Будет галтовка. Галтовка, кстати, мы, по-моему, ее зацепили как-то приезжали. Плоскошлиф и термичка, там что-то много ты обещал всякого. Что сделал? Залил капитальные полы. В принципе, бюджет на этом уже был потрачен. Мы взяли плоскошлиф, мы его откапитали, покинь, 73-й год. Вы раньше без плоскошлифа как жили? Вы на столе отдавали? Слушай, у нас есть товарищ, у которого все есть, и мы просто арендовались. То есть, когда-то он шлифовал, когда-то мы отправляли, ну, как-то было более-менее. А почему свой-то решили взять? Слушай, ты знаешь, вообще история всего этого здания какая? Она началась с простого. Надо бы начать рубить кожу. Пресс в то здание не влезал. Куда его поставить? Ну, здесь такой маленький уголочек сделан, чисто пресс поставить. Вот как раз сейчас звук за кадром, это кожа рубится, вот там в уголочке. Потом, знаешь, грязная операция у нас, формовка, когда мы из паковок режем. Блин, убрать бы из того здания, чтобы почище было. Сюда же. Пескострой хочу с галтовкой. Сюда же. Так мы дошли до половинки. Да-да-да. Потом вопрос-то и в том, что нас не спела плоскошлив и термичка. Ну, как бы мы уже сидим, а еще болванки не подошли. Надо брать шлиф. Надо-надо. Куда поставим? Сюда. Ну, то есть, короче, плоскошлив взят, потому что кто на аутсорсе был, он подводил по срокам. Там, где мы арендовали, мы плюс-минус спевали. Куда мы отдавали, на сторону. Там гуляли размеры толщины регулярно, приходилось дослеживать. Поэтому маялись-маялись, решили, что все, раз... Наматываемся мы на ремонт этого здания. Тогда уж сюда и плоскошлив, и печи все сюда, и твердомеры. Печи, к печам мы сейчас придем. А плоскошлив, ты мне хвастался, что у тебя не один. Да, он там стоит второй, но его ждет капиталка. Я не хочу запускать шлиф, который может стать через месяц, а я думаю, он встанет через месяц. У него банально сальники и прочие побегут. Поэтому мы сейчас кое-что еще в этом доделаем. Там, знаешь, мелочи остались просто. Зачем два? Банально, чтобы загрузить, и тот я хочу под чистовую шлифовку. А, просто разные задачи было, да? И долу резать именно на том будем. Порой с Тимаскусом есть большие проблемы. Настольный фрезер его не вывозит. Тут я взял просто большое под восстановление, не спеша, чтобы просто работать с Тимаскусом. Кто знает, что потребуется в этот момент. Ну, бальстера ты имеешь в виду, прорези под бальстера, вот это вот все, да? Да, 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 да. Термичку мы тоже решили собрать свою, больше не пользоваться сторонними печами. И, видишь, вот. Ну, это дорого-богато уже. Нет, в этой всей истории самый дорогой, наверное, твердомер. Жаба, конечно, давит. Думаю, буду брать новый. Ходил, страдал, но взял все-таки. Прикольно. Не, ну это вообще такой у тебя прям, такой современный красивый уголочек. Слушай, я Сергея Бурова очень долго мучил, потому что, когда я решил, что все, мы собираем свое целиком, вот с ноля, прям вот, покупаем новое, ничего не восстанавливаем. Я, Сережа, долго мучил, типа, Сереж, что ставить и что советуешь? Вот как бы вот это все, это выбор Сереги был изначальный. Ну, естественно, у тебя азот тоже здесь же, да? Когда мы запустили мастерскую, вот жидкого азота и понимания, как с ним работать вообще не было. Но мы знали, что есть Серега. То есть мы с первого дня мастерской все порошки по умолчанию не отермичим. И мы это сохраним, потому что мы можем, но зачем ломать то, что хорошо работает? А здесь что вы термичите? Х-12МФ, ВГ-10, 110Х-18МШД, Дамаски, углеродка, нержавейка. Просто почему у нас еще есть? А вот здесь есть кобальт. Вот то есть все, что не порошок вообще, да? Все, что не порошок, сами. Мы можем выгласить, сколько ты потратил на вот это, этот уголок замечательный? 230, около 100, 240 или я не помню. 200 плюс минус. Ну, примерно 600 ты говорил, да? У тебя вход в термообработку получился. Да, ну вот с этим тоже. Это тоже она не бесплатная, к сожалению, с Диваром хочется 600 тысяч сюда уже. Надо понимать, что это не просто купить, это еще надо научиться пользоваться. Человека сюда поставить, то это будет делать. Да. Все тоже расходы постоянно. Самая, знаешь, неочевидная трата, которая меня очень поразила, всегда нужна наковальня для доправки. Ну, что тогда же повело. Да, да, кстати. Простая обычная наковальня, ну, 15 тысяч плюс-минус. То есть, снова... Вот как бы, вот ни пито ни едино, 15 тысяч, ну, просто наковальня, как бы. А хороший инструмент, да, тоже, блин, деньги. Хорошие клещи, хорошие кувалдочки, прочее. Благо, у нас есть мастера, у которых можно заказывать. Ну, да. Вот, я не знаю, как у вас златоусти с ними, конечно, с хорошими кузнецами. Я, если честно, вот эту оснастку в Таганроге заказываю. В кого? В Таганроге. В Таганроге? Ну, слушай, у нас же есть Аника, у нас есть Ангелина, с которой вот недавно выходил ролик, и там все в восторге от нее остались. Вот, а в принципе, в принципе, здесь еще в этом здании дохерища работы. Что мы не успели, это отопление. Отопление здесь надо просто менять вкругаля. Я пока боюсь даже смету представить, потому что следующая зима. Отопление очень дорого, мы сейчас в мастерской планируем на второй этаж сделать отопление. 170 нам посметенно считали сейчас. Ну, и надо что-то с Тельфером, потому что Тельфер при смерти. Как бы он до тонны, но он уже не вывозит, а Тельфер нужен регулярно. Давай мы в двух словах тогда пробежимся, что у тебя еще в мастерской есть. Ну, и приготовку мы уже снимали ранее. Давай сделаем пометку, что это второе здание все-таки мастерской, куда мы вынесли все шумное, большое, грязное, пыльное и так далее. То есть, все остальное у нас в другом здании. Мы туда еще сходим все. Да, значит, виброголтовка, пескоструй, слабенький компрессор. Я обратил внимание, что у вас появилась приспособа для слесарки спусков. Это что у нас в Канди, да? Слушай, история в том, что у нас Саша, срезчик, он режет на руках. То есть, он не признает приспособа. Но у нас сейчас расширился штат, и у одного из полировщиков добавилось больше времени. И, ну, просто было решено, что он начнет осваивать с Канди, и на руках не получается. То есть, полируют здорово, все выводят, а вот именно срезка не получается. Ну, я в том, что на складе валялась приспособа, ты мне ее советовал год назад. Да. Слушай, на приспособе все пошло. Вот у нас 15 ученических ножей вышло, они уже, в принципе, разлетелись все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, видишь, пескоструй-голтовка дает нам ровную, матовую, классную поверхность, которая стойка к царапинам, ну и прям такой здоровский вариант финиша. Мы делаем очень много ножей с ним. Первые месяцы не все поняли это обновление. Типа, блин, полированный клинок-то, он же привычнее. А вот потом уже многие начали так покупать, пробовать, и многие приходят уже не за полировкой, а за галтовкой. Не бликует, меньше царапины видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Все очень круто. Скажи, пожалуйста, какие у тебя планы еще по мастерской, кроме отопления? Там со вторым этажом, может быть, что-то ты делать планируешь? Ну, по этому помещению имеется в виду. Ты знаешь, стараюсь не загадывать. Пока меня беспокоит отопление, ворота, тельфер. Ну, покрасить там стены, штукатурить, проведить порядок я точно не буду, потому что нет гиблый отдел. Ну, и смысла типа большого нет. И смысла нет, потому что отрезного летит, как не в себя, его очень грязно, вентиляция не все отсасывает. Поэтому второй этаж просто есть. Там еще кабинеты есть. Ну, тут еще надо крышу в том углу поправить. Но не бывает такого, что ты нашел место под мастерскую, заехал, и все идеально. Тебе либо не хватит места, либо неудобное расположение, либо еще что-то. Мы искали в центре, чтобы к нам приезжали туристы. К нам реально много людей приезжают. У нас есть даже подписчики, которые нам в гости приезжают. То есть многие забирают изделия личные из мастерской. Если вы будете в Златоусте, к ребятам в гости, добро пожаловать. Мы в самом центре Таганайская 6. И реально это очень удобно. То есть даже когда ты ездишь, мы же гравировку на сторону отдаем. Ну, мы сами не гравируем, у нас нет лазера. Это здесь рядом. Куда-то проехать здесь, магазин тоже все рядом. Это очень удобно. И проще действительно заморочиться, уложиться, сделать, но и работать с комфортом. Ну, теперь пойдем посмотрим, что они на клинок готовят. Сейчас чем-то хвастаться опять будет. К самим подготовке, она у нас идет по всем фронтам. Мы же везем и рабочку, и везем и художку. Еще и длинномеры. У нас вот длинномеры и художка собираются в этом небольшом помещении. То есть сзади тебя, видишь, офицерка в стадии сборки. Но мы сейчас готовим к художественному конкурсу новую работу. Она еще в полуготовности. Вот Саня красиво занимается. Что-то прямо очень красиво, да? Да, хвост дракона, пока дежурное название. Здесь еще будут камни. Здесь будет разделка. Здесь будут еще черные малята. Ну, полпути только прошли, так что здесь еще достаточно работы. Подставка. Человек героически ее резал из латуни. Так, вот сейчас подожди, сейчас очень важно. Это на художку, на клинок, да, поедет? Да, да. То есть здесь это полуфабрикат. То есть он еще не горит, не сияет. А вот сейчас, смотри, люди сейчас это, вот они первые это видят. Это будет продаваться? Да. Цену я пока не знаю. Не знаю. Ориентир в районе 200 тысяч. Ну, если кому-то надо, если кто-то любит художественные вещи, вот, пожалуйста. Меч, который мы готовили с того года, и мы его не успели. Возьми просто в руку тогда ты его. Ты знаешь, бывает, сначала ошибешься в чертеже. Кузнец тоже оставит допуск. Мы маленечко проморгали. Мы это делали с Леней Васильевым. Это мозаичный дамаск. Мы протравим. В общем, меч на Валуево получился габаритом. Хотя это должен быть стандартный. Ну, Леня, конечно, да, маньяк такие вещи делать. Мне больше, знаешь, интересно, как мы его травить будем. Да, предыдущий меч, он был меньше этого значительно, но мы травили прям с приключениями почти целый день. Тут уже видно, что это дамаск. Да, берутка. Собственно, за барной стойкой мы, чтобы рассказать о том, что мы повезем, и о новых моделях, которые случились за эти 10 месяцев, что ты не был в гостях. Давай. Давай, вот, начинаем слева направо. Наша боевая классика, это Канада. Канада, конечно. Конечно, ножи, которые можно увидеть у нас на всех выставках клинок. Ножи, наверное, наши самые популярные выставочные экземпляры. Привезем как в стале АУС-10 Кобальт, так и в Велмаксе, в 109Х18 МШД, ну и вот ламинаты. Давай я быстренько тогда побегусь по вопросам. Ну, действительно, как мы с тобой заведом говорили, что каждая мастерская уже ассоциируется с каким-то определенным ножом, ну, в большинстве случаев. Вот ваша лично у меня с канадцем ассоциируется. Ну, это именно на выставках, понимаешь? Вот в интернете у нас другие модели лидируют в продаже. Канадцы – это именно наша выставочная история. То есть, когда... Ну, мы его с тобой снимали еще вместе, он как-то зашел очень хорошо, этот ролик, да, про канадцев. Ну, и как-то вот... И история-то в чем? Люди идут мимо, типа, блин, ну, стрёмненький, дай в руках. Вот в руках так покрутил, покрутил. Слушай, а ничего, надо брать. То есть, привезем в красивых Микартах, привезем в экстракорелке, в ясене. У нас сейчас японский клен пришел, в полимерах. Ну, прям полный ассортимент, по-моему, 40 изделий. Мне в Микарте вот очень понравился, очень хорошая Микарта. Я знаю, какую-то Микарту используешь. Я тоже смотрел, хотел у себя провести эксперименты. Вот мне рисунок очень нравится в ней. Ну, здесь ничего необычного, в общем-то, здесь все понятно, да? Классика жанра и прям испытанный. Вот про это давай. Да. Это Х12МФ через Х12МФ. А, то есть, ничего там сверххитрого такого нет. Ну, зато какой внешний вид и фактура. Выглядит очень, да, интересно прям. Такое ощущение, ну, подожди, у него и геометрия другая. Да. История в том, что эти ламинаты для меня куют товарищи. Он кует без применения пневмомов на руках. Поэтому там толщины подгуливают. Ну, вот он прямо вот целиком и полностью ручной. Без пневмомов. Ты представляешь? С боевой классикой мы разобрались. Да. Переходим к новым моделям. Относительно новая модель прошлого года. Шейный нож. Стали Элмакс. Ты, по-моему, его, кстати, снимал или не снимал еще? Вот я, честно говоря, не помню. Я помню вот эту рукоять, но она у тебя на каких-то других ножах, по-моему, была вот такая форма. Мы ее ради этой придумали и это вдохновились первым цехом. Шейный нож, стали Элмакс. Термичка от Сергея Бурова. По 8400. Вот в таких ярких прикольных ножнах, в ярких рукоятях. 20 изделий мы к выставке заготовили. Так что будем ждать за ними. Тройной клинк, все дела, да? Слушай, это и за грибами поехали на рыбалку взять. Не, ну, слушай, приятный малыш такой, да, прям приятненький очень. За это время мы подготовили массу новых фуллтангов. То есть это одна из старых моделей. Это Чабарсия, да, Шишка? Да. Она получила редизайн, это модель Киалим. Ну, про ножны, я не помню, что вы говорили, нет, что мы формовку изумительную делаем. Ну, про ножны, да, мы с тобой и на клинке, на питерском говорили. Вот, это готовим под выставку, он один такой, но, в принципе, эту модель мы штук 5 или 7 тоже сделали. Но в другой рукояти, естественно. Да, в разных. Следующий фуллтанг, мы его уже привозили, это притёс. Кстати, мы его на новогоднюю возили. Походно-кухонный. Это вроде бы та же тяпочка, но с охотничьей рукоятью, пожамкой. Ты его, кстати, по-моему, не видел. Да, что, нормально, прикольно. Да, это вот именно что-то поготовить на природе. Шашлычок там. Ну, и мы решили сделать ход конём. Мы же все любим компактные ножи. Но мы сделали два больших ножа. Это то, что мы снимали в Питере? Да, кстати, питерская расчленёнка этими ножами. Точно, это она и была. Модели Варнак и Раскол. Мы их делаем из нашей Златоустовской 110Х18 МШД. Такие суровые лагерники. Снегоход бросить там, в машину. Не знаю, это вот прям по фану кустарник порубить и тушу мяса раскидать. Ну, клинки классные. Мне прям нравится. Вот такая стилистика, знаешь, прикольно. По фуллтангам это получается из новых. Всё. А вот это вот здоровое, тяжёлое, оно приедет на клинок в каком-то большом количестве? Нет, буквально по четыре изделия. Четыре Раскола, четыре Варнака. Попробуй в Микарте сделать, мне кажется, классно будет. Слушай, надо найти расцветку. Вот знаешь, прям такую, чтобы... Подобрать бы. Да, потому что мне вот нравится вот такое сочетание с Микарты, ну, надо посмотреть. Ещё одна модель, называется она Орикс. Ну, это классический универсал. Сто тридцать пять клинок, три миллиметра на обухе, хорошая цепкая рукоятка. Это, знаешь, продолжение наших серий Вукху с торпом, просто чуть-чуть длиннее. И иная срезка. Ну, это что-то прям сильно недорогое, да, насколько я понимаю? От пяти с половиной тысяч и уже в зависимости от стали и от рукояти, ну, разгоняется стоимость. То есть мы их делаем и в S90V, и в S35VN у нас пара штук ещё осталось. В LMAXе делаем. То есть, ну, прям модель хорошо стартанула. Привезём, кстати, в 110Х18 МШД пару экземпляров в Аусе и в LMAXе, кстати, будет. Поэтому ассортимент в этот раз должен быть разнообразным. Специально для выставки, вот, Пчаков изудумали в нержавеющем Дамаске. Ну, знаешь, прям такой пчак-пчак. Фулл-танк, стабилизированная каплёна. Это Володин, Дамаск? Зладинокс. А, Зладинокс. Я рисунок-то вижу, что... Нержавеющий Дамаск, наш златоустовский кривообработка при термической... В общем, все прелести жизни, формованные ножны. То есть мы три экземпляра таких сделали. Они все в нерждамаске у тебя именно идут? Да, слушай, мы перестали применять чёрный углеродистый Дамаск для рабочих ножей. То есть мы делаем либо в мозаичном Дамаске... Нет, я имею в виду, что в каких-то моносталях есть они? Нет, тут только Дамаск? Да. Все, окей. Заготовили дуванчики. Везем в этот раз и ламинаты с суровыми порошками, и нержавеющий Дамаск, и Элмакс с этим везем. В общем, якуты. Те самые, про которые, помнишь, давным-давно выходил ролик. Да, да, да. Односторонние линзы и наши эти офигенные берестяные ножны. У вас линза по-другому стала выглядеть? Они стали чуть потоньше. И от этого визуально, кажется, искажение. Не-не, не искажение, я имею в виду аккуратность обработки. Ага. Ну, не в смысле хуже, а в смысле лучше растёте. Так, ну что, переходим к коллекционке. Давай, да, потому что это всё так, рабочка условно, давай что-нибудь вкусное, вкусное. Вот, вот, я на вот это давно смотрю, от мамы-то что-то отпало. Ну, поскольку выставка – это не просто продажа, но именно выставка, каждый мы стараемся сделать что-то особенное. То есть, какие-то штучные изделия, какие-то интересные истории. Что купить очень дорого, но посмотреть приятно, да? В точку. Сабля наша целиком и полностью, я не знаю, что-то мне сказать, потому что я, по-моему, её очень много раз уже говорил. Да, я бы, конечно, взял бы, достал её и показал вам, но нельзя тут все ругаются, когда к ней даже вот близко подходишь. Ну, давай, вот такое покажу тебе. Вот это вот классно, оно давно уже здесь лежит, я хожу так на него, смотрю, даже в руках уже его подержал мариночка. Это прикольно. Это чай Дамаска, Влада. То есть, тогда мы с ним что-то обсуждали, говорю, хочу Боуи сделать. Говорю, блин, блин, Боуи типа здоровенный, а давай. И вот, проект удался, и он прям такой яркий, прикольный. В одном экземпляре, потому что не факт, что Влад согласится второй раз это делать, потому что нервы этот проект ему очень сильно помотал. Ну, конечно, это длинный нерв, всё равно так или иначе. Это непростая штука. Блин, красиво. Так, давай вернёмся к работе, которую мы показывали с тобой на прошлом клинке. Мне это нравится, я залип. Понятно. Композиция, которая на питерской выставке заняла третье место в художке, это Хранитель, тоже мозаичный Дамаск. Так, ну давай, давай меняться уже всё. Давай. Понятно. Не, ну классно. Так, что там, Хранитель, Дамаск мозаичный, что ты там говорил? Камни какие-то, мамонты какие-то. Мамонты, камни, золото, вот этого златоуфщиной попахивает. Златоуфщиной. Вот, вот это слово, да. Ну, красиво. Возьмёшь? Нет. В пород канала. Так, ну ещё. Вот поставка кайфовая. Ну, кстати, вот надо отдать тебе должное. У тебя с поставками всё прям очень хорошо, то, что ты делаешь на срезе от бивня. У меня у самого куча ножей, они просто валяются в коробках. А сейчас бы что-то выставить, какой-то коробочки, нет подставочки. Просто взять стороннюю, но это не то. И поэтому мы сейчас, если делаем работу сразу вот такого плана, мы её думаем вместе с подставкой. Теперь делаем так. Ну, как же без классики? Ну, конечно, как же без этого? Куча золотого всего. Тоже мозаичный Дамаск. Мозаичный Дамаск, да. А вообще расскажи про художку. Ты же, я так понимаю, сейчас идёшь в сторону работы с золотом? Смотри, история златоуста – это история дефицита кадров. То есть молодой гвардии не появилось, старая гвардия потихонечку уходит. И, в принципе, так сказать, свободных мастеров нет. Мы про художку говорим. Да это, в принципе, всех отраслей касается. И просто появилась возможность перехватить команду двух отличных следствий. То есть первый это был Рома. Мы с тобой год назад снимали. Помнишь, у нас первые шашки появились? И сейчас к нему в пару пришёл Саша. То есть с Сашей мы стали делать такие интересные всякие подставки. Мы и раньше их делали, но маленечко попроще. Сейчас уже прям разгул фантазии. У нас ещё художник в штате появился. Усиление команды, оно привело к закономерному развитию всей этой линейки. Получается, есть идеи, есть фантазии. Знаешь, вот просто сидит и говорит, блин, ну надо бы что-то сделать. Ну просто, чтобы было. Но, в принципе, никогда такого не было. Появляется идея, ты идёшь её делаешь. Можно делать. А сейчас, когда людей стало больше и идей суммарно вкидывается на входе уже больше. Типа, давайте сделаем вот это. А если это так? И каждый день она получает доработку. И, в принципе, это прям на художке нас сильно сказалось. Вот мы с тобой сегодня посмотрели там фрагменты работы. Я надеюсь, мы всё доделаем. Прям на клинке я тебе покажу уже их в финальном виде, когда уже всё доработано, всё вот с подставками красиво и здорово. Ну, я тебе скажу честно. Понятно, что мы с тобой не по всем ножам прошлись, да, но так в общем и целом. Мне художка больше импонирует вот в такой стилистике, в современном дизайне, скажем так. То есть, ну вот это золото для меня, это вот прошлый век уже. А вот это, это видно, что это художка, но это уже современная какая-то художка. Вот мне вот это нравится. Вот у тебя, да, там тоже нож в такой стилистике висит. Расскажи про него, кстати. Про четыре ножа говорим, начинаем приглашать на выставку. Давай, это только с ламинатами, хочется про них послушать. Здесь не только ламинаты, здесь в принципе четыре изделия, которые стоит взять в коллекцию. То есть, первая это у нас модель называется Etil, это ламинат H12MFCN 3,95 на обкладках. Знаешь, такой не очень дорогой, но приятный, душевный, суровый нож. Откладывай. Следом, Etil, нержавеющий дамаск, шишка, бивень мамонта. Это та же модель, просто навороченная уже, да? Ну, а та что, не навороченная, хочется сказать? Просто другая комплектация. Как бы, извините, здесь нержавеющий дамаск, здесь шишки, бивни, там все дела. А там ламинат. Ладно, не суть. Ну, давай, про Rex мы с тобой начали говорить. Как раз у меня есть Rex 121, одуванчик. О, леваньки такой приятный. Ну, просто Etil, там четверка на обухе. Угу. И последний экземпляр, это мозаичный дамаск, бивень мамонта и макумагана. Слушай, а вы вот в такие рукоятки потихонечку тоже, да, пришли, которые угловатые? Помнишь, в прошлый раз мы снимали, у тебя там типа кинжальные какие-то были, пару ножей с подобными ручками? Слушай, нет, на самом деле угловатые рукояти у нас с первого месяца мастерской. Помнишь модель Кержак? Она же просто одни углы были в первой версии. Как бы мы никогда себе не отказывали в острых углах. Ну, сейчас, мне кажется, вы на авторку такое больше делаете. Вот здесь, если посмотреть, здесь посмотреть. До этого мы снимали. Слушай, не знаю, не обращай внимания. Ну, вот, обрати. Итак, с 28 по 31 марта ждем всех на выставке клинок в Москве в Мэйнстейджа. Он тоже приедет. Его тоже возьмем. Итак, в общем, около 300 ножей, коллекционка, рабочка, авторка, множество всего. Ну и множество байк привезем. Как без них-то мы и без них не ездим. Ну и просто на клинке весело, классно, поэтому это праздник для любого ножемана. Приходите. Бо врат ввес. Все, давай, скоро на клинке увидимся. Ребята, ждем на клинке, пока.